Доброго времени суток, дорогие друзья! Вчера, наконец-то, мой тубик преодолел барьер в 100 тысяч просмотров. То есть вышел в следующий порядок. И вот, сегодня я вам показываю одну из самых красивых крыш муниципального округа Колпина, одноименного района Санкт-Петербурга. Посмотрите на эту станцию, посмотрите на Гранд-Отель. Вот он какой, и вот он, как виден, отсюда. Ну и, конечно, огромное спасибо и хороших заработков не только тем, кто мне экономически помогает, но и тем, кто меня просто смотрит и комментирует. Огромное вам спасибо снова и за просмотры, и за комментарии, за лайки. Даже если комментарии критические, все равно хорошо, что вы меня замечаете. Ну, это еще не все на сегодня. Не переключайтесь. Ну что ж, продолжая наше путешествие по высотам, мы пересекли границу регионов. И сейчас мы уже находимся в поселке имени Тельмана Тоснинского района Ленинградской области. Смотрите, где проходит граница между двумя регионами. Она проходит по оборонной улице. Вот с той стороны уже муниципальный округ Колпина, Колпинского района Питера. Вот так вот. Ну, знаете, я вам сейчас покажу одну интересную вещь. Это Домсдан в 2020 году. Ну, посмотрите, какое здесь ретро. Просто ретро-мегадэнс дискотека. Опаньки. Ну, поглядите на это. Деревянная дверь, что нарушает его экологичность. Да еще и на пружине. Вот это угар. А, да, и здесь кто-то вставил стеклопластик вместо стекла, которое было, видимо, выбито. Хотя вот здесь металлопластиковые окна нормальные. И вот мы снова на высоте. Посмотрите на ижорские пруды, на ижорский завод. Любуйтесь этой красотой. Кругом кошмары, кругом ад. Но вот здесь красота. Вот какая панорама. А сейчас покажу панораму с обратной стороны. Вот тут легендарный Гранд-Отель. А вот, смотрите, вот уже даже бантоны из металлостроя видны. И даже поселок имени Свердлова. А вот там вот поселок имени Тельбана. Уже в соседней ЛОО. Вот какой там котелок стоит. Ну что ж, не переключайтесь. Скоро еще будет. Кстати, вот сейчас я веду съемку через приложение Droid Dash Cam. Поэтому у меня обзор на это приложение есть. Ссылочка будет в описании. Полюбуйтесь снова ижорским прудом. И вот видите, я снимаю видео и фотографирую одновременно. Помните анекдот про окна на стадион? Спрашивают. А вам нравится жить рядом со стадионом? А все отвечают. Да, 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 да. Да, 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 да. Синий чемпион. И вот такие вот. Тут панорамочки. Не правда ли прикольно? Да. Сплошный ад, сплошные кошмары. Сказать ли тут грибочков переел, можно быть, передышал каким-то растворителем, потому что, посмотрите. Соток шестый. Возможно, да. Это шкаф без наркотиков. Вот он под камер. Может, какие-то ребята просто бухтели. Потому что время сейчас совершенно не то. Вот вам немного еще панорамы с балкона. Вот уже, видать, понтонный хорошо. Вот там вот саперный, отрадный на Неве. Немножко видно. А вот там уже виден Пис. То есть поселок Ибедисвердлово в соседней Ленобласти. Вот тут, видите, это та самая краснознаменная часть МЧС. Вот так вот. Кстати, вот это шоссе до какого-то года называлось Лагерным. Потом его переименовали в Вознесенское. Но, в шутку, мы его прозвали Крестовоздвиженским. Потому что, если что, новые кресты совсем близко. И они строились почти 10 лет. Ну вот, наконец, мы на высоте 24 этажа. Смотрим отсюда на южную часть Колпинского района. Вернее, восточную. Посмотрите на понтонный. Вот там вот уже поселок имени Свердлово, видать, который находится за Невой. Вот здесь находится само здание. Посмотрите на его красоту. Вот тут какая лесенка замечательная. Удобная, нечего сказать. Ну что? А вот рядом другой корпус. Да, главное, чтобы эта лесенка была в норме. Вообще, конечно, дорогие друзья, Колпинский район уже должен быть давно метрафицирован. Как и все остальные. Вот там новые дома строятся. Почему-то очень низкие. Видимо, грунт не позволяет больше. А и вот, полюбуйтесь еще и закатом. Шикарный закат. Ну что ж. Давайте я вам еще другие кадры покажу. Дорогие друзья, когда вам говорят слово «вша», вспомните сразу это. Это аббревиатура «вентиляционная шахта». И не более того. И вот, посмотрите на еще одну панораму с другой стороны. Хотя здесь я ее уже показывал. И с другого конца дома я вам покажу еще пару кадров. А вот это передатчик мобильной связи. Но обратите внимание на его нестандартность. Его закрыли сотовым поликарбонатом. Не знаю зачем, но получилось весьма красиво. Надо еще туда какую-то лампу вставить для красоты. Как вам крыши Колпина? Классно. Классно? А тебе как? Слушай, просто здорово. Ты сегодня наш спонсор залаза. Большой тебе респект. Спасибо. И вот еще один вид с крыши. Который мы, конечно, уже показывали. Но все же еще покажем. Здесь это выглядит вот так. Вот здесь какой-то пруд непонятный. Видимо, это был строительный котлован. Но так все котлованом и осталось. Другого объяснения я найти не могу. Там вот заводы. Вот там журский завод. В общем, огромное спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно, если вам очень понравилось видео, посмотрели сами, передайте другим. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok